Не Флора, не Элеонора и не Лера, а именно Нора, с ударением на первый слуг. За 10 лет жизни Нора привыкла к удивлению окружающих. В классе одни Маши и Даши, а Нора одна на всю школу. Родители Ольгой и Александр старших сыновей назвали просто Сашей и Ромой. А маленькой дочке подобрали скандинавское имя, руководствуясь всего одним принципом. У ребенка должна быть очень счастливая судьба. По словарю толкования имен выяснилось, что Нора означает удачливая, красивая, талантливая, живущая долго, хорошо и счастлива. Перечисление лучших качеств продолжается на нескольких страницах словаря. И уже с первых минут жизни ребенка мечты родителей сбылись. Перед тем, как родилась Нора, папа лишился работы. Настали такие трудные времена, и я думала, как же я буду рожать. Значит, у нас это третий ребенок. И буквально как только родилась моя дочь, отцу предложили две великолепные работы. И с тех пор как бы не было никаких проблем в финансовой сфере. А в имени Нора написано, что ребенок ни в детстве, ни в будущем никогда не знает финансовых проблем. Моих бабушек зовут Виолетта, Джульетта, Октябрина. А в школе сначала все меня называли Флорой и никак не понимали, что я Нора. А вот другая креативная родительница. Восемь месяцев назад в семье Тюрюминых появился богатырь. Родители долго ломали голову над именем сына. Думали назвать Данилом или Ярославом. Хотели, чтобы имя обязательно было русским и редким. В итоге остановились на Добрыне. Теперь этот ребенок – единственный обладатель богатырского имени не только на всю Смоленщину, но и на весь Иркутский район. Ольга Тюрюмина говорит, что родственники и друзья разделились. Одни креатив родителей одобрили, другие – в недоумении. Не всем нравится такое имя. Что старинное и как его называть, все задаются таким вопросом. Как называть, так и называть Добрыня. Правда, мы вот недавно узнали, что полное имя будет Доброслав. Но он у нас записан как Добрыня, и мы именно такое имя хотим в своем ребенке. Бабушка называет малыша Добрик. А родители говорят, сын отличается богатырским аппетитом и растет как на дрожжах. По характеру и в самом деле добрый и общительный. В управлении службы ЗАГС области отмечают, мода на давно забытые и редкие имена набирает обороты. Сотрудники учреждения уже не удивляются таким именам, как Фома, Пересвет, Аристарх, Кондрат, Ефрем, Ермолай. Девочки тоже не отстают. Златослава, Веринея, Устинья и Ефросинья. Многие родители действительно хотят просто выделить своего ребенка этим именем, чтобы не было повторений, как вот одно время нашли Никита и Данила. Это было сплошь. Сейчас как бы наоборот каждый родитель пытается выделить, чтобы имя не повторялось и было более необычным. В апреле этого года в Иркутске одной из новорожденных родители дали имя «Весна», пополнив таким образом список мам и пап, которые легких имен не выбирают. Впрочем, традиционные варианты пока не сдают своих позиций. Топ из наиболее популярных имен возглавляют Анастасия и Софья у девочек и Артем и Александр у мальчиков. В числе наиболее популярных и мое имя Екатерина. Также бестселлер на все времена имя «Александр», так зовут моего оператора. И наши распространенные имена нам очень нравятся. Екатерина Бурова, Александр Мокин. Новости сейчас.